Смотрев десяток видео на ютубе, самыми веселыми оказались покадровые сравнения, но так можно замедлять в принципе до бесконечности и всегда будет разница. На втором месте видео в стиле «вам это теоретически должно помочь» или «я так чувствую, что стало лучше». И самое полезное, которое я нашел, это когда парень стрелял по статическим целям и в конце сыграл еще дуэльки со своим другом, что вообще никак не может отражать реальную ситуацию, поэтому придется провести собственный тест. Тестировать будем в программе COVAX TheMeta2, и если ее эффективность для реальных игр я еще проверяю, то для тестирования герцовки ничего лучше придумать просто невозможно. Из всех сценариев для тестирования герцовки я выбрал вот этот, где надо просто вести за ботом. По моему мнению, это наиболее ощутимо должно сказываться на уровне стрельбы. Смена герцовки в этом сценарии. Я создал плейлист по 4 одинаковых сценария, меняются последовательно. После каждых 4 я буду менять герцовку. Чтобы разница в размере мониторов никак не влияла на результат, тестировать все буду только на маленьком мониторе с ноутбука. Он поддерживает 2 режима работы, 48 и 120 Гц. По моему мнению, 48 при 120 FPS ограничения, которые у нас выставлены в полоке, гораздо хуже, чем 60 должны работать. Но главное же цифры. Проверим. После завершения каждого сценария, ваша статистика сохраняется вот в этой папочке и выглядит она примерно вот так вот. После загрузки любимой Ubuntu и слегка подзабытого Юпитера, у нас есть две вот такие замечательные таблички. Здесь у нас хранятся данные по всем убийствам при 48 Гц, здесь по всем убийствам при 120 Гц. Единственная колонка, которая нас интересует, это точность. Всего по 48 Гц у нас есть 152 строки данных. А по 120 Гц, 153 строки данных. Нас интересует средняя точность. Посчитать ее здесь довольно легко. Делается одной командой. Мы получаем результат, который соответствует 40% и 89 сотых. Почти 41% у нас точность на 48 Гц. Как вы думаете, какой будет результат при 120 Гц? Делается так же самое просто. Одной командой мы получаем чуть больше, чем 41%. Но, достаточно ли этой информации для того, чтобы принять какое-то решение? Давайте узнаем. И поможет нам в этом инструмент для проведения АБ-тестирования. Под базовой конверсии укажем нашу среднюю стрельбу. Для ровного счета это будет 40%. И отклонение, которое мы хотели бы наблюдать, пускай 10%. Что это означает? Что если ваш новый монитор вас улучшит на 10%, то после вашего стандартного АИМа в 40%, вы получите среднюю точность на уровне 44%. Это довольно существенное изменение. Я, честно говоря, думаю, оно меньше. Но даже чтобы уловить такое существенное отклонение, нам потребуется предоставить данные примерно в 2500 убийств. С каждой стороны. Соответственно, надо убить 2500 ботов на 60 Гц, 2500 ботов на 120 Гц. Только такой объем данных нам позволит с 95% вероятностью утверждать, что это дает прирост какой-то или не дает. Хочу отметить, что переход со 120 на 48 Гц ощущался очень сильно, а привыкнуть к рывкам за 4 минуты никак не удавалось. Хоть мы и получили примерно одинаковый результат, но убили при этом всего около 150 целей. Это никак нельзя назвать статистически достоверным результатом. Это намного лучше, чем во всех остальных видео, которые я видел, но на полноценный эксперимент надо потратить не меньше нескольких дней. И если это видео наберет невероятные 20 лайков, то я обязательно проведу его для вас. Подпишись, чтобы не пропустить. Своё мнение оставь в комментарии. Пока! Пока!